В Павлодарской области завершилась авиаобработка пойменных территорий. Эффективность в борьбе с гнусом в среднем пока составила 90%. На данный момент стартовал этап речной обработки против мошек. Уже определены 8 точек, где проводятся работы. Подробнее в следующем сюжете. Всего для борьбы с кровососущими было сделано 183 вылета. Из них 118 – биологическим препаратом, 65 – химическим. Труднодоступные для самолета участки обрабатывали в пешем порядке. Ранцевыми опрыскивателями. Использование малой авиации при проведении дизинционных работ дает высокую эффективность уничтожения комаров еще на личиночной стадии. Тем самым на сегодня средняя эффективность авиаобработок составила более 90%. Тем не менее, фенология на вторую и третью генерацию личинок комара продолжается. Уже стартовала речная обработка. На всей протяженности Иртыша задействованы 4 бажи и 5 моторных лодок. Они обработают 1130 км водной глади, 30% суспензии биологического препарата в объеме 167 тысяч литров. Определены 8 точек слива биологического препарата, начиная с первой точки села Бескаравая района Акулы, конечная точка села Женобет района Теренколь. Дополнительно в текущем году практически в каждом районе определены основные протоки реки Иртыш. Такие как Белая, Тюлька, Таллинка, Подстепка, Каратунь и так далее, на которых также возможен массовый выплат мошки. Произведен слив 34 тысяч литров биологического препарата в 4 точках на реке Иртыш. Одновременно осуществлены сбросы с двух баж в селе Бескарага и Новоимышево по 10 тысяч литров суспензии и дальнейшими сбросами в селе Черное и выше города Ахсу по 7 тысяч литров. 12 мая в областном центре начали барьерную обработку с использованием ранцевых опрыскивателей и генераторов горячего тумана против комаров. В вечернее время обрабатывают парки, скверы, внутриквартальные участки и дачные массивы. Аналогичные работы проводятся и в других городах и районах области. Для барьерной обработки используется ранцевый опрыскиватель и генератор горячего тумана на автомобильном ходу. Генератор горячего тумана выполняет дополнительную роль при сокращении летающей формы гнуса, обволакивая, оседая на поверхности листьев, веток деревьев, кустарников и трав. При их одновременном использовании достигается максимальный эффект. Весь процесс работы и контролируется местными исполнительными органами с привлечением общественности. По словам спикера, сегодня практически на всех участках личиночная форма комара отсутствует. Летная присутствует в вечернее время в небольших количествах. Ермик Сапаров, Довлет Кашкарбаев, Ертис Ахпарат.